Февраль 1917 года. Война шла уже третий год. Русские армии отступали, истекая кровью. В тылу царил голод. Вспыхивали волнения. Царь был уверен в прочности режима. Но даже те, кто был предан монархии, чувствовали приближение к концу. Здравствуйте. Очень рад. Очень рад. Здравствуйте. Рад вас видеть, господин Шульгин. Очень рад, что вы здесь, профессор Милюков. Очень рад. Здравствуйте, господин Родзянко. Я рад, господа, что мы все собрались вместе. И я читаю в ваших сердцах те же чувства. Читайте, батюшка, читайте. Не потому ли вы в жандарма выриделись? А что? Говорят, не идет. Идет, идет. Садитесь, батюшка. Я хотел бы побеседовать запросто, обменяться мнениями. Надо проводить общий курс, господа. События в стране сложные. Я расскажу вам о них только при условиях, господа, чтобы ничего не вышло из этой комнаты. Пора секретов прошла, Александр Дмитриевич. Я лично не могу обещать вам. Все, о чем здесь будет сказано, я должен буду доложить своей фракции. Ах, вот как. В таком случае я ничего не могу говорить. Я прошу прощения, что потревожил председателя Государственной Думы, господина Розянко. И вас, господа. Но я не понимаю, господа, что произошло? Почему мы не можем побеседовать с вами по-дружески? Вы хотите это знать? Да, да. Вы позволите сказать? Вы преследуете печать и общественные организации. Вы обещали государю надеть намордник на Государственную Думу. Разве это не правда? Да поймите. Мы говорим в Думе только для того, чтобы молчали они. Рабочие, чернь, улица. Вы должны понять смысл событий. Я пришел для того, чтобы договориться с вами. Выходит, что я здесь в качестве подсудимого. Ой. 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 Что же делать, если оказалось так много белых мышей и ни одной белой лошади? Дайте воды. Ничего, господа, с ним это бывает. Заскакивает малость. Ай-яй-яй-яй. Много белых мышей и ни одного слона. Испейте, батюшка, водицы. Вы что же думаете, господа? Я министр внутренних дел Паратопопов. Не знаю, что я делаю. Вы ошибаетесь, господа. Я исполняю волю моего государя. Я всегда признавал себя монархистом. Может быть, это вас не устраивает. Мы все здесь монархисты. И вам пора бы это знать, Александр Витянович. О, мне некогда, господа. Меня, увы, ждут дела государства. Значит, не договорились? Да, не договорились. Александр Витянович, откажитесь от своего поста. Что? Вы губите Россию. Не мешайте нам. Не пугайте меня, профессор. Я сам земец, и земство пойдет за мной. Как осужденный наказан за своим палачом. Александр Витянович! Александр Витянович! Александр Витянович! Александр Витянович! В эти тревожные для России дни Прорываясь через заслоны полиции, из ссылок и каторги бежали революционеры Пробирался в Петроград и большевик Сергей Ваулин Билет только до Омска взял Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Распутин, Распутин! Мы убили Распутина! А что изменилось? Дороговизна уменьшилась? Нет! Скоро совсем хлеба не станет! Наше доблестное войско стало одерживать победы? Нет! Скоро Ригу сдадим! Значит, по-вашему, война уже проиграна? Это Распутин так думал? Он склонял государя к сепаратным переговорам с Германией Ничего не удивительного, коли Россия управляет кучей проходимцев, прожорливых, как клопы Извините, я русский дворянин и немцев терпеть не могу А спросите меня, пойти ли на мировую с немцами? Скажу, с Богом! Другого выхода нет! Вот-вот, выхода нет, а! Довели Россию до ручки, а теперь, видите ли, выхода нет! Ну, а вы знаете выход? Знаю! Послать всех наших управителей к черту! Ну, а вместо них... Не умейте управлять, убирайтесь! Ну, а вместо них кто? Как кто? Господа из Думы? Родзянк или, не дай Бог, Милюков? Вы за, Ваврович! Неужели вы думаете, что они глупее царя с Протопоповым? Это и до революции договориться можно! Не только можно, а нужно! Если мы с вами не сделаем переворот, то это за нас сделает мужик с мастеровым И придет наша матушка Россия к чертовой матери вверх тормашками! Что, не верите? Вот, спросите у господина Петрушина, инженера шведской фирмы в России! Он мне политика то расскажет! Ну, что же молчите? А ваше мнение? Я, господа, человек темный, таежный! По золотишку, что ли? По золоту! Вот и отберут ваше золото к чертовой матери! И мое тоже! Ну, ладно, господа! Пойду в ресторан! Там, говорят, коньячишка приличная сохранилась! Вот, сам Табрамович, знаю, трезвее! А вы? Пойдемте! Нет, спасибо, не пью! Я тоже не пил! А вот теперь утешаюсь! Однако, такие мысли, хоть ты жандармы вызывай на первой станции! Это же Рябинин Московский банк, угольные шахты, фабрики, состояние пять миллионов! Ваше лицо мне знакомо! Не припомню, где мы с вами только встречались! Прошу! Вот тут статья Ленина! О нем слыхали? Не слыхал! Допустим! Это газета социал-демократ! Нелегально издается в Швейцарии и переправляется сюда, к нам! Что, во время войны? Вот Ленин здесь доказывает, что сепаратный мир с Германией возможен! Что наше благословенное правительство будет шантажировать Англию и его заключить! Чтобы получить от нее крупную взятку, чтобы не мириться с Вильгельмом! А народ! Заключим мы с немцев мир или нет, все равно ни шуша не получит! Я, извините, в политике не разбираюсь! Вот эта статья Ленина бьет по правительству! По либеральному думскому словоблудью! И сокрушительно бьет! Любопытно вы рассказываете! Так это не я! Ленин! Берите, берите! Вам это пригодится! Тем более, что вы никакой не золотопромышленник! Два года назад я был на митинге путиловских рабочих, вы там выступали! Путаете меня с кем-то? Да! Да перестаньте вы прикидываться! Да! Чайку не прикажетесь? Пожалуй! Господа, прошу предъявить паспорта! Вы знаете, Ревинин, когда напьется, безобразничает! А с вами я с удовольствием пью! Тем более, что ресторан тут рядом! Можно! Оно с чайком хорошо! Ну, я сейчас! Шустовский, а морпель весь Рябинин забрал! Фу! Фу! Значит, я не ошибся! Фу! 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 Хлеб будет? Говорят, будет! Да будут ли продавать, неизвестно! Прячут! Чтоб по казенной цене не продавать! Мой-то с войны пишет! Не столько от немцев, сколько от своих страдаю! В газетах пишет, победа, победа! А у солдат рыло в крови! Солдат-Снежанка! Царица немецкая, народ русской! Ну, нет, денег не бери! Пожрать-то надо! Ты не накормишь, нет! Ну, а чего мне чужих кормить-то, а? Не уходи! Мой кормилец! Тебя на войне защищают! Чтобы далекие красные! Пусти! Ну ты что? Папы! Папы! Пусти! Черт тебя побилет! Пусти! Караул! Не надо! Пусти! Ну ты что? Пусти! Караул! Расходитесь! Сегодня хлеба не будет! Расходитесь! Русский император, верховный главнокомандующий, полковник Николай Романов, каждое утро совершал прогулку в окрестностях Мгилёва, где была его ставка. Государственные дела могли подождать. Расходитесь! Моглазь! Наше наступление продолжается. Ваше Величество, мы наступаем, чтобы немцы не подумали, что мы вообще не способны к наступательным операциям, несмотря на наши большие потери. Наступление, наступление, наступление. Так что вы говорили о наступлении? Я говорю, что у нас большие потери, Ваше Величество. За последние два дня 17 тысяч. Ну, а то и война. Продолжайте наступление. Ваше Величество, император Вильгельм не раз говорил, что он воюет не с вами, а с Россией, питающей противодинастические стремления. То же самое считает и банкир Варбург. Садитесь, господа. Советник германского посольства Швеции. Я беседовал с ним в Стокгольме. Он сказал, что в этой войне виновата одна Англия. Англия всегда обманывала Россию. Варбург. Распутин тоже так считал. А вы, Протопопов, как министр внутренних дел. Как считаете вы? Ваше Величество, нельзя ли распространить слух о возможности сепаратного мира с Германией? Зачем? Тем самым заставить англичан согласиться с нами во всех спорных вопросах. Удобно ли это? Опять нет валюта. А знаете, сегодня почему-то особенно хорошо пахнет снег. Жаль, раз Путина нет. Его так не хватает для меня. Не с кем посоветоваться. Новости ваши, Александр Филиппович, неутешительны. Сидите, сидите. Говорю вас. Призыв все для войны превратился в призыв ничего для тыла. Это опасно. Истинно так, ваше высокопроисходительство. Что толчок населения, возмущенной дороговизной, может сбунтоваться. Но бунта-то я не допущу. Понятно. Конечно, нельзя допустить ваше высокопроисходительство. Что скажет, друг мой, Барусавич? Сапожник сапоги принес. Зови, 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 зови. Простите, великодушная, Александр Федорович. Доброе здоровье. Доброе здоровье. Ну, давай. О-о-о. А? 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 Ха-ха-ха-ха-ха. А? А? Артист, это же скульптура Канобе, а не сапоги. Да. Наши дела сложные, умственные. Айсенович, а вот ты, ты смог бы сшить сапоги? Нет, нет. Что? А ты мог бы быть министром? Я не пробовал, а если... Ну-ну-ну-ну, ладно. Савельевич, прибавь ему десятку. Спасибо. Ну, начинай здоровье. Сердце радуется вашему высокопредвидетельству, вашему хорошему настроению. Да, я доволен. Доволен. Скажу вам по секрету, я полюбил государя и решил спасти Россию. А вы мне не помогаете. То есть? Но нельзя же в виде наказания отправлять революционеров на фронт. Протестует общество, Дума, заграничная пресса. Главная опасность в среде фабричных рабочих. Это огромные войска, вооруженные ненавистью. Но самая главная опасность, это большевиков. Ну, а я их отправляю на фронт. Только большевиков. Так тем более нельзя, они разлагают солдат. Их надо в тюрьму и на каторгу. Тюрьму все переполнены. С каторги бегут. Вчера получили сообщение, что бежал некий Ваулин. Ваулин? Это опасный господин. Таких вешать надо. Безусловно. Только не всякого повесишь и не расстреляешь. Это судебный конетель. Другое дело, немецкая пуля. Она попадает в грудь человеку, когда он идет в атаку. Или же в спину. Вы правы. Тысячу раз правы. Превосходно придумано. А что будет с этим... Ваулиным? Его тоже на фронт? Так его прежде взять надо. А вы возьмете? Возьмем. Возьмем. Вот я получил письмо от брата с фронта. Ну и каждый день много наступаем. Еще больше отступаем. Мы только ждем, как начнутся у вас бунты. Так мы забастуем. И воевать не будем. Если не будет бунтов, то нас всех перебьют. Питер. А то куда же. Меня дерлись. Куда прешься, попавшийся, как прежу? Будем знакомы, Прокофьев Иван Петрович. Может, еще встретимся, а вы не представляете. Мне без надобности. А дорога вон, прямо и направо. Спасибо. Ну-ну. Господи, ты! Как же ты вырвался? А я ждала. Идемте. Ждала. Знала, что невозможно ждала. Какой же ты! Ну? Ну, дай хоть поглядеть на тебя. Не нужно сейчас, а то зареву. Ну, что ты, Катя? Вот уж и сын без тебя вырос. Господи, а я ему даже сказать не могу. Соседи, тебе нужно идти немедленно. Катя, ну дай хоть побыть с вами. Я не хочу, чтобы тебя опять взяли. Да не возьмут, я же ни разу не писал по этому адресу. У нас, знаешь, какие провалы. Петроградский комитет за время войны 14 раз арестовывали. Запомни. Лиговка, 70, сапожная мастерская, кучер. Прошу тебя. Ты что, Мишенька? Иди играй, я сейчас. А ты кто такой? Мишка. Мама! Мама! Иди, Мишенька, иди. Я бы что ж приходил. Этажом ошибся. Мишку напугал. Мишка, иди Кучерова можно? Кучера? Подождать придется. Упустил! Упустил! Какого зверя упустил? Да будет вам огорчаться, Пантелеймон Никифорович. Давайте я вас лучше чайком напою. Хочете, с малинкой? А то и за водочкой могу сбегать. А потом, хоть и утро, окна завесены, ложитесь отдыхать, вроде ночь. Без фантазии, Дунечка. Тут дела государственной важности, а вы все норовите в постель. Разве ж так можно? Упустил! Кто это? Сергей Дмитриевич. А я ломаю голову, думаю, кто такой Кучеров? Оказывается, это ты. Кучеров мое фамилии. Пожалуйте, он у нас прирожденный конспиратор. Прошу. Спасибо. Ни одной фамилии, кроме своей, не называй. Мой фамилий. Не все здесь Кучеровы. Так что явка надежная. Он самому министру протопопу сапоги шьет. Мне, Сергей Дмитриевич, все городовые его колодки честь отдают и за руку здороваются. Со свиданец. Тут сейчас один человек находится. Крупный инженер. Недавно вернулся за границу. Тебе бы с ним повидаться. Зачем? Зачем? Он от Ленина. Наш связной. А куда же вы тогда девались из вагона? Не мог же я открыться, не зная, кто вы. Теперь разрешите представиться, Ваулин. По кличке Швед. О вас очень похвально писал Владимиру Ильичу наш депутат Думы Бадаев. Прошу. Пусть вас не смущает эта обстановка. Она принадлежит моему шефу. Он сейчас за границей, семья на юге. Так что можете разговаривать совершенно спокойно. Вы помните того миллионера Рябинина, с которым мы ехали в поезде из Сибири? Он ведь как говорил. России нужна революция. И если ее не сделаем мы. Он так и сказал мы. То ее сделают мастеровой мужик. И до того испугался собственной мысли, что пошел в вагон-ресторан заливать ее коньяком. Да, хоть и пьяница, а мысль трезвая. Трезвая. Последний раз я встречался с Владимиром Ильичем в январе. В Шодефон. Есть такой городок в Швейцарии. Владимир Ильич читал реферат о революции пятого года, а потом сказал. Нас не обманет теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. А вы понимаете, что это значит? Понимаю. Говоря ленинскими словами, настало время, когда правящие классы не могут больше уже управлять по-старому, а рабочая масса не желает больше терпеть и жить по-старому. Похоже на то, что мы подходим вплотную к моменту, который Владимир Ильич называл революционной ситуацией. И этим моментом нужно воспользоваться. Он уверен, что рабочий класс не удовлетворится свержением царского правительства, а пойдет дальше. Будет бороться за превращение буржуазной революции в революцию социалистическую. Именно социалистическую. Сана Абрамович, вас к телефону. Одну минуту. Да, Касторыч, вот какие события назревают. Касторыч! 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 Что ты? Сегодня наш праздник. И с нами понесем мы. Вам! Небо! 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 Бастуем? Решаем. Да, решаем. А на Трубочном бастуют. Эх, Сашка, Трубочный-то на Васильевском. Когда это ты успел? Уж не врёшь ли? Да, медведь врёт. Вот ты ещё спал, а я с пяти утра по городу бегаю. Туда финанский полк вызвали. Обижаешь ты его, Касторыч. Парень-то вроде хороший. Он хоть и мой брат. Поучить надо. Заливать больно любит. Что дальше-то было? Там рабочий один. Молодой. Вроде меня. Только рослый. Солдатам речь говорил. Душевно говорил. Стреляйте, не стреляйте. Мы всё равно к станкам не подойдём. Офицер этого молодого рабочего убил. Я даже фамилию его запомнил. Дмитриев Ваня. В память о Иване Дмитриеве, кончай работу. Пошли, товарищи. Стреляйте. Стреляйте. Иване Дмитриеве, кончай. Ивана Дмитриеве, кончай. Вася! Вася! Я что говорила? Сдадут забастовщиков на войну и тебя вместе с ними, Вася! Иди домой, повстылый, говорю! Я что, одна твоих детей нянчить буду, а? Вася, я о народу не постесняюсь! Я тебя-то всех глаза выцарапаю! Слышишь, бабка? А я тебя знаю. Ты на углу Бабуриной ханжой торгуешь. А ты покупала или твои хакели покупали, а? Покупала! Мадам! Мадам! Такой день, а выругаться! Гляди, мужик, кто бежит со сраму! Всем зубославам, всем паразитам, кругляющих работ! Зовут-то как? Геннадий, поборщик. Ну? Мы за победы, за шествие вечера! Поплотовый! Поплотовый! Марш, марш, вперед, рабочий народ! Говорят, в Петрограде неспокойно. Будь моя власть, я бы расстрелял Протопопова. А он шарлатан. И ничего не делает. Что-что? Я говорю, граф, что скоро все мы будем висеть на фонарях. А на каком кто, не имеет значения. Патрал Нилов все пьет. Скоро кончу, ваше величество. Вот я получил телеграмму от императрицы. В Петербурге беспорядки, она очень недовольна. Сообщите генералу Хабалову, что я повелеваю завтра же покончить со всеми беспорядками в столице. Недопустимыми в сложное время войны. Слушаюсь. Женщин надо увезти. Я знаю Шалфеева, Зверюга. Хорошо. Драться будем? Ладно. Женщины, назад! Женщин, назад! Подраться? Звучит! Гать, червяч! Братишка! Защищи его! Молочь, давай его сюда! Поразит, братишка! Сашка! Братишка, что ты молчишь? Саша! Где Наган? Где его Наган? К вечеру Петроград настороженно затих. Одни запирались, боясь завтрашнего дня. Другие готовились к нему, полные решимости, продолжать борьбу до конца. Саша! Саша! Кто это шляется? Жилички, мужчина. Водит? Да нет, у нее мало кто бывает. А Пашчина к чей? Ой, Пантюша, все-то вы беспокоитесь, и днем, и ночью. Характер такой, и служба такая. За Россию беспокоюсь. Она-то кто такая? Да не видно из себя кожи да кости. Да я не об ее теле спрашиваю. Мне и твоего тела хватает. Мысли какие. Не интересуюсь я мыслями. Напрасно. Мысли в такое время самое опасное дело. Ты знаешь, он похож на меня? Ну, ничего общего. Да нет, ну, похож. Чего? Она такая счастливая. Последнее время под страхом жила. А сегодня этого чувства нет. Ничего еще не кончилось, Катя. Иди, что ли. Тише. Уходи, у соседки кто-то есть. Ну вот, а говорила, что нет страха. Лучше уходи. Мне спокойнее будет за тебя. Ну, кому ты пойдешь? К сапожнику. Ты куда? Да. Ну, Дунечка, из меня сережки и колечко будет. Манифест Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Ко всем гражданам России. Граждане. Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Не рано ли? Ну, пока наберем, напечатаем, раздадим, самое будет время. Давай дальше, дальше. Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство. Хорошо. Ну, учти, листовка должна быть завтра утром. Значит, печатать надо сегодня ночью. У нас нет типографии. Как же быть? Есть у меня одна на примете, дружок там, наборщиком. Ну, вот и отлично. Ну, чтоб к утру была. Ясно. Ясно. Переходим к следующему вопросу. Несомненно, что правительство двинет против рабочих войска. А мы создадим дружины, как в 905-м. А что они будут делать без оружия? Отбивать его у полиции. В Петрограде 200 тысяч солдат. Много ты сделаешь с оружием, отбитым у полиции. У меня есть предложение. Кто такой солдат? Тот же крестьянин. Разве не так? С солдатом надо только умеючи поговорить. Я на фронте был, знаю. Ну, вот и отлично. Поручим товарищу Токареву работу с войсками. Мне одному? Конечно, нет. Подберем целую группу. Да, но про моряков не забывай. Не беспокойся. С моряками все в порядке. Нужно помнить, товарищи, участие в войск решающий коренной фактор. Товарищ Ленин еще в 905-м говорил. Основное привлечь на сторону восставших войска. А смеюсь доложить ваше правосходительство? Да. Нынче вечером соберутся все их РСДРП. Ну и что же? А михе так чикть под корень. Чикть всех сразу. А откуда эти сведения? Точные? Точнее не бывает. Квартира рабочая укуклена в Большом Самсоновском переулке. Вот что. Возьмешь усиленный наряд полиции? Но смотри, Кондуша. Если кто уйдет... Ваше правосходительство! Господи, Боже мой! Мне ли не ценит вашу доброту? Кондуша, смеюсь сказать, с доброй душой служит. У него всего пять чувств. И все пять чувств верноподанические. Итак, переходим к последнему вопросу. Полиция! Тушите свет! Токарев, через лестницу попробуй. Токарев, через лестницу попробуй. Так. Вот и все в сборе. А, дружки сытные. Выводи по одному. И обискивать не забивайте. Они люди серьезные. У кого револьверчик, у кого финька, у кого бомбочка. Как живи матросик. Полицмейсера Шальфеева, царство ему небесное. Бог намилит за это тебя веревку. Шут, Гороховый. Смотри, как бы тебя первыми не вздернули, а то вот как... А, скороходов Александр Косторович. Редкое имя, но приметное. А вы не беспокойтесь. Баулина тоже найдем. Ищи. Ветра в поле. Быстро управились. Успеет бы расклеить все листовки. Ищи. Да, ищи успеем. Ваулин хорошо помнил поговорку подпольщиков. Дважды встретишь подозрительного человека, берегись. Увидел третий раз, спасайся. Спасайся. ПЕСЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСЯ Мне Екатерина Алексеевна. Екатерина Алексеевна, к вам! Здравствуйте. Проходите. Только тихо, сын спит. Только не гони меня сразу, хорошо? Что с тобой? Что с тобой ты такой бледный? Пустяки. Пройдет. Что пройдет? Сердце перехватило. Бывает. Гнались за мной, еле отвязался. Вот уже проходит. Никуда я тебя не пущу. Нет, ну что ты хочешь, чтобы меня здесь взяли? И тебя заодно. К черту. Не могу я больше прятаться. Не хочу. Вчера, когда мы со знаменем шли, я знала, что иду защищать наше счастье. Твое, мое, Мишкино. Ну вот нельзя мне было приходить сюда. Не пущу. Ты мой, и никуда я тебя не пущу. Твое, мишкино. Ну, вот и свиделись. Ох, сколько же мне труда стоило узнать, уважаемый Сергей Дмитриевич, кто ваша жена, да где живет. Однако узнал. Господи. А вы и не оглядывайтесь. Бежать не дадим. Некуда. Ну-с, господин Ваулин, я не буду ничего не выяснять, не сопоставлять, не добавлять и пугать вас не буду. Ну, улик достаточно без того, чтобы судить вас по 102 и 129. Они обе ссулят вам в военное время через повешение. И все-таки пугаете, генерал? А, не имею никакого намерения. Зрите во мне, прошу вас, не столько начальника охранного отделения, сколько политического собеседника. Ну, я слушаю вас. Вы политический деятель. И я в некоторой степени тоже. Вот в Англии, например, или в Соединенных Штатах. Там лидеры рабочих ассоциаций находятся в милейших отношениях с членами правительства. Милейших. Ну, зачем вы петляете, ваше превосходительство? Все эти ваши разговоры об Англии, об Америке, все это ни к чему. У вас семья, жена, сын. Ну и что? Вы никогда их больше не увидите. Опять пугаете, генерал? Вот завтра, после ваших арестов и приказов вашего балбеса... То о ком? О вашем министре, о Протопопове. Ага. Демонстрации забастовки будут продолжаться, и тогда ваши дела дрянь, генерал. Ну, вызывайте конвоиров, мне пора в кресты. Ну, что ж, кресты-то кресты. С утра до ночи у Казанского собора кипели митинги. Все хотели говорить, протестовать, требовать. Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы в России было правительство, которому с доверием бы относилось русское общество. Правительство, ответственное перед Государственной Думой. Правительство, которое установит порядок в стране. Иначе нам никогда не выиграть войну. А зачем нам ее выигрывать? Как зачем? От исхода войны зависит будущее России. Вот твое, может быть, и зависит. А мы как получали копейки за каторжную работу, так и будем. Правильно. Вот это говорит. А ну-ка, пойди, всыпим. Да не умей. Ну, давай, давай, давай. Я вот про себя скажу. Замуж я вышла за хорошего человека. Сама себе завидовала. Откуда мне счастье такое? Любила? Любила. Месяц с ним жила. А через месяц забрали его на войну. А убили через два. Месяц счастья у меня только и было-то. Вот ты мне ответь, много это или мало? Я, конечно, сочувствую. Сочувствую? К черту мне твое сочувствие. Тебе война нужна, а нам нет. Так могут говорить только враги. Да сам ты враг. Вон ряху какой отъел. Сволочь сытая. А у нас в цеху работницы с голода падают. Молодчина! Так ему и надо шкура продажная. Как они подавились, сволочи! Завели нас в паспорт! Тоня! Ну, чего ты за мной? Четыре дня ходишь. Ну, хожу. Отчего хожу? Сам не пойму. Вот когда поймешь, тогда и ходи. Солдаты! Тоня, ты ступай. Ступай, да поскорее. Не волнуйся, не волнуйся. Пугают. Ступай, да поскорее. Тоня! Сволочи! Кровавое воскресенье повторяете. Убийцы! Убийцы! Пустите меня! Да пустите! Тоня! Что, голубчики, фараоны? Страшно стало. Почему меня задержали? Пустите! Пустите! Меня! У меня дома ребенок! Не шлялись бы! Вам русским языком говорят. Перепишем и отпустим. А я тебя знаю, красавица. Ты сегодня митинговал и с красной тряпкой ходила. Казаки! Не забирай меня в участие. Нет. Повещай. В охранной заберу. Братцы! Помогите, братцы! Полиция изогнала людей, а у меня там жена. А ты не бунтуй. И жену не пускай бунтовать. Не бабье это дело. А я думал, вы люди. Полиция-то всех перебьет. Полиция, мать. А еле морды в целу. Выходи! Ошибка! 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 Куда арестованы? Арестованы! Куда же вы? Арестованы! Подождите! Отвечать будете? Казачи своих бьют! Ну, давай, помогу. Не хозяин. Ой. Жалко. Угостить хотела. Ты чего пьешь? А чего не выпить? Баба я молодая. Самостоятельная. Ты что ли не пьешь? Ну, иногда. Иногда. Сейчас будешь со мной чай пить. Чего ты стоишь? Садись. Раз в гости пришел. Знаешь, о чем я мечтаю? Ой. Все твои мечты знаю. Чудная ты какая-то. Ну что, я не мужик, что ли? А уж коли на то пошло, хочу, чтобы ты замуж за меня вышла. Замуж? Ну, мы же с тобой три дня как познакомились-то. И сразу замуж. Да, я за эти три дня многое поняла. А на четвертой смерти увидала. Вот ты меня чудной обозвал. Может, ты впрямь чудная. Только не пойду за тебя. Не спрашивай, со временем поймешь. У меня в груди боль еще не перегорела. Давай лучше чай пить. Ну, давай, чай пить. Я председатель Государственной Думы. И не могу допустить, чтобы уважаемые депутаты, даже такие, как вы, господин Геренский, ставили Думу под удар нас. Простопов только и мечтает. Прихлопнуть Думу. И пусть. Пусть Россия узнает, что Дума протестовала. Вы не представляете себе, что творится на улице. У Никольской церкви рабочие застрелили полицмейстера. Ого. Это уже не шутки. Дума обязана реагировать. На убийство полицмейстера? Депутата Керенского волнует, что полиция стреляет в народ. А что, по-вашему, должна делать полиция в случае беспорядков? Да меня волнует совсем другое. В городе бастуют тысячи рабочих, и никто, обратите внимание, никто не обращается в Думу. Не обращается к нам, представителям народа. Это дурной признак. Что-то случилось. Взгляните, какой он бледный. Объелся, как всегда. Потому и бледный. Собрались голубчики из прогрессивного блока. Уйдите, Марков, мы заняты. Чем же вы заняты, если государь, слава богу, прикрыл вашу жидовскую лавочку? Уйдите, Марков! Это правда? К сожалению, да, господа. Указом государя Дума распущена. На неопределенный срок. Протестовать! Государственной Думе неуместно протестовать. Это указ государя. А кто повешает нам, депутатам, избранникам народа, собираться на частные совещания? Как-никак мы ответственны перед страной, доверившей нам свою судьбу. Волнение нарастает с каждым днем. Мы стоим на грани анархии. Кто спасет Россию? Только мы. Вы знаете, господин, он прав. Мы должны остаться здесь, чтобы спасти Россию. Спасти нашу Россию. Пейте, горяченький. Спасибо. А сахарок, извините, еще за январь не давали. Нам, Насте, без твоего кипяточка жарко. Да. Невеселые наши дела. Вы, товарищи, знаете, прошлой ночью охранка взяла членов Петроградского комитета и наших товарищей. Ваулина и Скороходова. В общем, всех подчистую. Ну, 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 мы-то еще на свободе. Пока. Пока. Вот и придется нам, Выборгскому комитету, словом, стать во главе. И товарищи из Петроградского комитета, кто остался. Того же мнения. О, Господи. Я-то думал, и вас вместе с другими взяли. Вот Вы почему чаи распиваете, а меня и не дождались. Это спасибо товарищу Кучерову. А я всегда чую, где крепко чай заваривают. Ну, что ж, сегодня солдаты стали активнее. Зашевелились. Солдаты, безусловно, должны зашевелиться. И мы обязаны им помочь. Все наши силы, все, что у нас есть, мы должны бросить в казармы. Вот об этом мы и толковали. А иначе быть не может. Сейчас ведь настал такой момент, когда всеобщая политическая стачка должна перерасти в вооруженное восстание. Именно сейчас. И свержение монархии, вот наш лозунг сегодня. Вот-вот. Я и говорил, Николашку долой. Но это одна сторона вопроса. Владимир Ильич не устает повторять, что коренной вопрос революции, это вопрос о власти. Но как это понимать? Вот сегодня я видел Чхеидзе. Чхеидзе тоже за революцию. Но крутит меньшевистская леса. Он говорит, революция-то революцией. Но какая революция? Буржуазная. Значит, и власть должна быть буржуазной. Вы понимаете? Ишь ты. Чего уж я с ней е. Мы, значит, будем кашу варить, а жрать будут они? К сожалению, это не смешно. Ну, сбросит народ царя. Вышвырнет Протопопова, а потом вместо царя Родзянко, а вместо Протопопова Мирюков. А ведь революция-то наша. Так какие же мы будем революционеры, если мы позволим ее у нас украсть? Значит, все дело в единстве рабочих и в организованности большевиков. Мы обязаны отодвинуть буржуазию в сторону. В сторону. И мы будем стремиться создать совместную власть рабочих и крестьян. Орудие для этого у нас имеется. И испытанное орудие. Советы рабочих депутатов. Как в 1905 году. И это не я говорю. Это говорит Ленин. Что это? Откуда? Благодарю. Рукушки, шатан. Буржание началось. Слышишь, госторож? Слышишь? Господа политические. Господа политические. Я не знаю, я ничего не знаю. Господа политические говорят, революция. Оружие у меня отобрали. Господа политические, будьте. Давайте, Слышь. Я сам, я сам открыл камеру. Господа политические, будьте боролись со свидетелями. Я сам. А ну-ка, дай-ка. Не дам. Да ты ж стрелять-то не умеешь. Вот твое дело, а стрелять-то это мое дело. Может, его перевели? Да нет, не должно. Меня отправили. Нет, не должно. Вон он! Сережа! Сережа! Ну что ты, что ты, Гатя? Отправить, Гатя. Ну? Здорово. Что, Токарев? Молодец. Вон Волынский пол поднял. И здесь они здорово помогли. Солдат паловато. Афитерье заперли в казармах и держат в неведении. Так. Значит, немедленно надо поднимать солдат. Сергей Дмитриевич, я пойду в Семеновский полк. Я пойду в 5-й запасной полк. У меня там путиловцы знакомые. Ну и отлично. Пошли. Ты, мил человек, вот что. Расскажи нам, что на улице делается, который сутки из казармы не выпускают. На улице революция. О, чудные дела твои, господи. Чего ты крестишься? Это никакого отношения к религии не имеет. Это по-твоему не имеет. А солдат он каждую минуту жизнью рискует. Ему без Бога нельзя. А что ж теперь будет? Не знаешь? Ну, вызовет тебя командир и прикажет стрелять по царским врагам. По рабочим, женам, сестрам, матерям. Перекрестишься и пойдешь стрелять. Да ну тебя. Мы все об этом толковали. Помолчи. У нас с тобой положения разные, мил человек. Тебе хозяин жалований вовремя не даст, ты давай шуметь. Ну, выгонит он тебя. Или в солдаты сдаст. Так что только сдаст. А мы-то ж солдаты. Тут слово скажи и в расход. Ты жалований рискуешь, а мы головой. Ежели бы узнать повернее ты, может, ты боишься прогадать. Командир идешь! Здорово! Сержава Боря! Вольно! Кто такой? Я из социал-демократической рабочей партии. Обнаглели. Взять! На улицу, братцы! Рапорщик, построить полк. Они меня засмеют. Именем революции приказываю построить полк. Слушай мою команду. Полк, становись! Ну что там у вас? Докладывайте. Телеграмма от Родзянко. Положение серьезное. В столице анархия. Анархия. Запугивает вас Родзянко. Анархия дерзит в ответ на распуск Думы. Надо бы наконец решить. Сослать его или только пригрозить ссылкой. Ваше Величество. Тепеши от императрицы. И от Родзянко. Опять Родзянко. Вы считайте, что он там пишет. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующимся доверием страны, составить новое правительство. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии. Ваше Величество, простите, что осмелюсь советовать, но положение, видимо... Вы же так думаете? Вы же вызовите этого Родзянко в Ставку. Пригласите ко мне генерала Иванова. Здравия желаю, Ваше Величество. Николай Иванович, в Питере плохо. Очень плохо. Возьмите батальон георгиевских кавалеров и помните, за жестокость вас не осудят. Осудят за нерешительность. Поезжайте сначала в Царское, защитите государыню и моих детей. Ваше Величество, срочная телеграмма от государыни. Революция приняла ужасающие размеры. Умоляю приехать в Царское. Распорядитесь приготовить мой поезд. Слушаюсь, Ваше Величество. Генерал Хабалов, на проводе Ваше Превосходительство. Передавай. Здравствуйте, генерал. Какие войска находятся в Вашем распоряжении? В моем распоряжении 4 гвардейских роты, 2 эскадрона. Какие вокзалы Вами контролируются? Все вокзалы заняты революционерами. В челе министерства правильно функционируют. Все министры арестованы. Ваше Превосходительство, министр Протопопов просит Вас к телефону. Протопопов? Пошлите его к чертовой матери! Какие полицейские части в Вашем распоряжении? Нет! Нет в моем распоряжении никаких полицейских! Узнаешь? Да я своих клиентов по сапогам узнаю. Что случилось с этим? Покормишь с чем-нибудь? Я брат не ел весь день. Садись! Что случилось тут? Революция. Революция, понимаешь? Да это я понимаю. Правительство сбежало. Я всю ночь прятался в уборной государственного совета. А утром пришлось уйти. Пошел к родному брату, не принял. Я у тебя поживу несколько дней, пока не обойдется. Да ведь не обойдется. Как? Не обойдется? Не обойдется, Александр Деменович. Так, что же мне делать? Ведь вот, Господь самого черного грешника простить может. Ну, это Бог как хочет. А что тебе делать, я скажу. Поди с повинной в думу. Туда городовые, жандармы, все пристава идут. И ты, поди. В эти дни в Таврический дворец С трудом можно было пробиться сквозь толпу. В шумную, неугомонную толпу солдат, матросов, рабочих И других питерских горожан самых разных сословий. Люди рвались в белый зал дворца, к трибунам, Чтобы оставить там горячее, расплавленное восторгом и страстью Своё слово во славу победившей революции. Чтобы увидеть рожденных революцией новых правителей страны. Депутатов думы и совета рабочих депутатов. Руководство советов в то время захватили меньшевики и эсеры. Молодцы, меньшевики. Пока мы дрались на улице, они в это время заседали. Даже табличку повесили. А ну, зайдём. Товарищ, где заседает совет? Какой совет? Рабочих депутатов. Не знаю такого. Что, не нравится, да? Ничего, мы без них справимся. Ответственное министерство будет сформировано. Я не сомневаюсь. Проблема в другом. Кем оно будет создано и из кого? Сосию должна взять. Дума? Дума распущена. Как может проявить инициативу учреждения, которого нет? Павел Николаевич, а может быть, Временный комитет Думы имеет право сформировать? Как вам сказать? Знаете, юридически нет, а фактически... Нужно сформировать правительство. Это необходимо России. И немедленно. Простите меня, Павел Николаевич, я не историк. Я юрист. А зачем же так горячиться, любезный Александр Федорович? Исторические прецеденты были. Наполеон Бонапарт концом шпаги поднял корону, валявшуюся на земле. Но есть ли среди нас Наполеон? И кто вручит ему шпагу? А вот рабочих с плакатами отдать всю власть Совету рабочих депутатов я в Думе видел. И я член Совета рабочих депутатов. Всем вас поздравлю. Благодарю вас. И смею вас заверить, что пока я занимаю пост товарища председателя, этот совет будет действовать так, как нужно нам, большинству, эсерам и меньшевикам. Вы в этом убеждены, Александр Федорович? Да. А вы прислушайте, что там творится. Вот мы решили, значит, братцы, будем служить Совету, да идти на веру и правду. Потому и не хотим мы царя. Цари нам без надобности. Больше не могу. Это толпа. Солдаты. Мастеровые. Матросы. Весь этот сброд. Боже, как все это гадко. Ну, успокойтесь, Виталий Васильевич. Я чувствую злобное бешенство. Пулеметов. Вот чего мне хочется. Только свинец загонит в берлогу страшного зверя. Этот зверь, его величество, русский народ. Господа, ну, не будем же мы судьбы державы российской обсуждать в Атерклозете. Телеграмма от коменданта Николаевского вокзала в Петрограде поручика Грекова. Он предписывает задержать поезд, Вашего Величества. Он предписывает монарху. Кто такой поручик Греков? Что за дрянь этот поручик Греков? Выясните, генерал. Слушаюсь. Здесь новости. Генерал Иванов бежал из царского села в Вырицу. Неужели? Да, Ваше Величество. Срочная телеграмма к государине. Ты один пойманный, как мышу, мышеловку. Чему я не послушался тебя, святой отец? Можно было открыть фронт немцам, когда мы были еще под Варшавой. Может быть, открыть его сейчас, пока мы еще под Минском. Если открыть фронт немцам, они заберут всю Россию, а потом не возвратят. Да бросьте вы каркать. Я не граф Фредерикс, Ваше Величество. Я на такие дела не советчик. Ваше Величество. Считаю своим долгом солдата сказать. Вот теперь надо думать. Это ужасно. Ужасно. Поеду в Ливадию. В сады. Я так люблю цветы. А народ... Он всегда страшен был мой. Народ. Прежде всего, господа, мы должны думать о спасении монархии. Высочайшие повеления государя уже не исполняются. Надо на что-то решиться. На что-то большее. Мы не можем безучастно ждать, пока весь этот революционный сброд сам начнет расправляться с монархией. Что же это большее? Отречение императора. Но Россия без царя уже не Россия. Между тем, это неизбежно. Если мы выпустим инициативу из своих рук. Вот именно. Мы должны дать России нового государя. Под этим знаменем собрать все, что еще можно собрать для отпора революции. Чрезвычайно важно, чтобы государь не был свергнут насильственно. Добровольный отказ от престола единственное средство спасти монархию и династию Романух. Да-да, Павел Николаевич. При добровольном отречении государя от престола революции как бы не было. Государь отрекается от престола в пользу сына. Власть переходит к регенту, который назначает новое правительство. Юридически революции не будет. Надо действовать, господа. Действовать тайно и быстро. Ни с кем не разговаривая, ни о чем не советуясь. Нужно поставить их с советы собачьих депутатов перед свершившимся фактом. Кто же поедет? Василий Витальевич, вы согласны? Мы оба согласны. Ну, с Богом. Езжайте. В этом хаосе надо прежде всего думать о спасении монархии. Но, видимо, вам, государь, царствовать больше нельзя. Единственный выход, помоляясь Богу... Извините, если я осмелюсь сказать по-простому. Происходит какой-то кошмар. В Петрограде, в Думе, кошмар. Кошмар, которого не видела еще Россия. Даже войска. Неужели преображенцы тоже изменили? Увы. И преображенцы, и павловцы, и волынцы. Я хотел отречься в пользу сына. Затем понял, что расстаться с ним не способен. Я сейчас. Предложите. Прошу, английские. Благодарю. Прошу. Это ужасно. Мы держим себя, как прислуга в доме покойного. Вот. Текст отречения. Ах, Ваше Величество, если бы это сделать раньше... Вы думаете, обошлось бы? Да. Но теперь поздно. Итак, Ваше Величество, вы отрекаетесь в пользу великого князя Михаила? Да. В пользу Михаила. Господа, я вас больше не задерживаю. Отрекся от престола, как эскадрон сдал. Михаил Владимирович, берите власть. Берите, как верноподданный. Держава русская не может быть без власти. Если мы не возьмем ее, ее возьмут другие. Уже с девяти вечера заседает Совет рабочих депутатов. Пора, Михаил Владимирович, решать. Мы заготовили список членов Временного правительства. Керенского не забыли? Не забыли. Не забыли. Положите их на стол, и можете идти. Что это? Наши секретные договора с державами. Спрячьте их, господа. Господи боже мой. Куда у нас даже шкафа нет? Бросьте их под стол. Под скатертью их совершенно не видно будет. Да-да, под стол. Александр Федорович, минуточку. Мы вот тут решили предложить вам быть членом Временного правительства, министром юстиции. У меня много дел, господа, и совершенно нет времени. Сейчас заседание Совета. Я товарищ председатель. Так согласны вы или нет? Согласен. Самим нужно брать власть. Расскажите мне слово. Товарищи, Дорогие товарищи, доверяете вы мне? Я говорю от всей души. Если товарищи, вы мне доверяете, я здесь же на ваших глазах готов умереть. Только что образовалось Временное правительство. мне предложили пост министра юстиции. Я должен дать ответ в течение пяти минут. Расскажите. Ловок, сукинцы. Товарищи! Товарищи! Тогда позвольте мне заявить, что я вхожу в правительство с вашего товарища согласия, как ваш представитель. Товарищи! Ура! 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 Кому? Кому вы доверяете, товарищи? Завтра он первый же будет сажать вас в тюрьмы! Правильно! Ура! 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 Революция только начинается, товарищи. Вы слышали от гражданина Керенского? Образовалось временное буржуазное правительство. Из кого оно состоит? Из помещиков? Из капиталистов? Не так ли? Нам с этим правительством не по пути. И в эти же часы образовалась, пусть еще слабая, но наше рабочее правительство. Совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство не в состоянии осуществить основных революционных требований народа. Поэтому Совет рабочих депутатов должен оставить за собой полную свободу в защите революционной демократии. Исполнительный комитет, в котором мы в вершинстве, отверг наши предложения. Но наступит и очень скоро час, когда в большинстве будем мы. И когда наш Совет станет долговечным, а не временным правительством. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин